так здравствуйте друзья сегодня примерно так 27 примерно пятница январь примерно памяти нет мы снова вместе снова уникальное место это берег енисея в несении замерзающей сегодня минус 6 а давайте-ка вспомним что мы тут стояли дикие туманище речки не видно минус 36 также мило беседовали почему из машины потому что машине тепло и уютно ну что если о чем поговорить наверное есть политику мы не трогаем вот можно ли назвать политикой то что то что я сейчас скажу наверное нет иначе бы я бы даже может быть имел бы неприятность и так я бы сейчас не давая детали просто по интуиции прошу вас включить интуицию жителям европейской россии не называя зачем это надо делать я бы сказал сибири еще много дешевых заброшенных полу заброшенных пусть ветких домов с участками 20 30 40 вот так вот без даже очень благодатные места где даже абрикосы можно брать вот и я бы на их месте взял бы и купил бы приехал в сибирь взял отпуск не разорившись купил бы такой участок соседям дал ключи и сказал но присматривайте а хотите даже садитесь картошку вот чтобы земля не зарастала если вы хотите потом на ней что-то садить или пусть зарастает все равно когда садится от тоже резова начитались а когда сад садишь спакивать землю не надо вот просто сверху нанести слой земли еще типа холмов поверх нетронутого дерна и пусть себе зарастает долго ли потом скосить и вот значит для чего это надо я не говорю но я хочу сказать подумайте о своих детях и своих внуках вот допустим меня сюда особо никто не гнал но мой пример он и положительный отрицательный значит норильский я за 13 лет сжег бронхи легкие хлором я у меня была вторая профессия командир госпасательной дружины кроме того что я был инженер вот и руководил гидроэллотургическим отделением на саду на саде вот привычка уже на этом самом на норильском никелем заводе вот и получилось так что уезжать надо было срочно если хотел жить с тех пор прошло 38 лет а я живой почему я рассказывал вот и как это случилось помогла интуиция иногда казалось кто-то мне нашел по ночам потому что приходил день я правда не хотел сказать о здоровье но буквально не коротко приходит день я с ужасом обуваюсь с ужасом беру полотенце больше ничего я даже не догадался что под подбосы ноги там на морозе что-то подстелить я просто не вникая в эти детали я полтора километра шел до берега как и конечно ночью темнело допустим в пять а я в шесть приезжал с работы пешком машины еще не было подходил берегу раздевался босиком заходил воду делал заплыв секунд 30-40 вылазил гораздо ниже шел пешком к ногам прилипали камни примерзали примерзали камни кое-как одевался шел домой дом больше я сюда не ноги вот на следующий день я с ужасом какая-то страшная сила заставляла меня это делать вот я победил дикую астму страшную смертельную вот и мне кажется что помогли внешние силы что еще раз внешние силы сделали почти довели меня до инфаркта я говорю потому что многие повторят мою судьбу вот пять гектар земли брал шестой гектар прихватизировал вот посадил две тысячи деревьев довел до плодоношения приобрел опыт опыт уникальнейший потому что я ни разу не повторился я наверно тот самый случай когда не тупо садил а садил и при этом смотрел а что же получится я не как эти самые искалечили дерево посадили а чтобы через год два-три они сами не знают съемка закончилась сребреники полученные все и почти другими делами заниматься а здесь не так здесь надо было потом всю жизнь кормиться от этого я прикидывал что речь пойдет а сотня сотни тонн я буду каждый год зарабатывать тех советских рублей по нескольку миллионов года вот потом там на небе кто-то сказал вот у железова особый склад ума если он сейчас станет торгашом все страна много потеряет а у вас уже многое дано давайте с него много спросим приезжают ребятам о циклах вот насколько это было серьезно поймите правильно я фактически это может когда-то дойдет и до автобиографии да еще которые будут изучать где-нибудь в институтах или даже школах может быть не исключаю такой момент вот иначе зачем я живу и вот представить такой момент я всегда с ружьем я на острове я посреди сада вот слышу два мотать их слышу и вижу подъезжают два мотоцикла становится возле ограды вот значит заглушили увидели меня я демонстративно я всегда так интуитивно опасался этих ребят такого типа я интуитивно я зашел дом взял ружье вышел стал на самое высокое место там где была насыпана земля от этого от копания фундамента стал и демонстративно стою с ружьем несколько ну целую минуту тишина потом они между собой полголоса разговаривать все четыре потом один уже почти кричит он с ружьем еще минута сидят видимо не хотели уезжать но боялись развернулись уехали вот но на следующую ночь когда был городе я уже этот сдал в аренду арендаторы сказали мы сейчас опашем противопожарную опахать не успели сад сгорелся сейчас сказал приезжали мотоциклисты вот я тогда подумал а за что прямых этих никому в жизни не сделал ничего плохого единственная жесткая политика на заводе наказывать за промашки потому что ведь оплачивали прямом смысле кровью вот моя последняя должность ведущий инженер по промышленной безопасности последняя должность наказывать приходилось людей и сами лезли в петлю и это и других толкали и что только не было представьте себе кофт с металлом который из под этой с верхней точки падает с полный кофт с расплавленным этим алюминием представили вот а результат чего бардака и вот получилось так что прямых врагов нет кроме тех наказанных сотен таких случаях и я вот думаю сад сгорел да все надо начинать сначала и доработать по полставки два детских садика вы понимаете два детских садика жить на что-то надо все же сгорело вот половина до это самое хрущевская двукомнатной квартиры вот домик деревне вот этот рядом а он там только он из опилок и обид досками все ничего нет а уже 2005 год а мне уже 55 лет а потом попытка восстановить сад 2008 второй пожар уже неизвестно от кого и тогда я подумал вот у меня выхода нет я стану селекционером потому что я больше не смогу третий раз подняться и тогда я сейчас в 2020 году я подумал а может быть это было урок испытания не нужен железов торгаш нужен селекционер и у меня к этому моменту уже сложилось просто не ну 200 300 надо все до кучи собрать книгу надо издавать книгу по по салатов она будет скучная написать все там будет описано нет это на дереве нет ни одного лишнего листика и после этого подумай надо ли отрезать ветки нижние скелетные ветки кормят корни надо ли отрезать эти нижние скелетные ветки они же кормят корни глюкозы а у этих одно это самое надо об очередной статью надо фильм надо сребники заработать и вот просто понятно доходчиво но переучить не удается сейчас я в деревне да сейчас я опять вернусь к этим купли продажи участков сейчас я деревне а утром я еще это посмотрел два ролика да вот там на не ролики а как на канала там на одном подписчиков 600 с лишним тысяч а на другом полторы сотни тысяч тысяч а это сто раз тысячу раз больше у меня просмотров в тысячу раз в тысячу раз и кому я смогу а там все опять то же самое вот и вот я уже который расплачусь почему никто не пытается мне помочь никто не хочет просто взять ой какая интересная ролик дай-ка я скопирую и отправлю друзьям может быть они перестанут калечить пока этого не случилось моему огромному сожалению вот это хотел сказать потом значит а перспектива без перспективах именно садоводческого дела именно садоводческого ведь принципе зачем нужен дача участок ну или пмж постоянное место жительства это тоже неплохо на земле еще еще лучше дети здоровее будут так вот вроде бы все логично но количество участков я проезжаю пусть я уже последний раз это было лет восемь назад когда я проезжал нет три неважно памяти нет короче москва абакан одном случае прямо другом случае с пересадками в новосибирске нас пересадкой новосибирске и все время тянется вот эти деревни 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 и везде страшно смотреть доживает свой век старые домишки один на сотню новый коттедж но он один на сотню кто-то прорвался вот остальные также доживает то есть у нас сельское население но явно деградирует дача вам доказывать то у нас уже пол деревни из-за пянки вымерла буквально из-за пянки и вот я опять возвращаюсь к теме что нужно ли нам а если нужно надо все таки сад вырастет сад 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 это символ рая понимаете это символ рая и вот сейчас надо это успевать а государство должно быть сейчас так как ну вот представьте 2 миллиона рублей отдал за то чтобы 40 соток перерастить ну негде мне это блять селекция заниматься ведь я уже матом но негде вот а рядом десятки сотни гектаров вот прямо рядом вот отсюда я сижу и вот туда если посмотреть вправо там видно вот они заросли соснами там много лет картошку садили каждый раз распахивали по новой людям земли не дали вот тебе 10 соток собрал картошку на следующий год общее поле спахали опять эти колышками а потом бросили все люди перестали они вымерли экспертный рояль вытравили как тараканов вот и люди перестали садить картошку да проще сказать некому стало садить и все это теперь заросло а вот кинуть клещ ребята разбирайте это вот это место я сейчас красном хуторе и до абакана да выше там нет выше правобережья там горы там там ничего вообще нет там только горы вот на той стороне есть на той стороне черемушки майна бывшие центры лучшие места по качеству плодов россии а сейчас а тут от хутора и до абакана и тут такие прекрасные места можно вырастить что угодно они сейчас лесом зарастают вы понимаете уже сейчас на половину поздно еще можно где-то выкорщивать еще где-то вспахать вот но огромные поляны потеряны страшно я показывал фотографии показывал как они зарастают ну что же вы делаете у нас что мало сосен ну почему не отдать людям ну тогда что надеяться на государство а у них такой принцип вы знаете когда-то вот умрем на москву не отдадим ну имелось ввиду это самое территорию россии не отдадим сейчас только все они чиновники также вот под страхом смерти но не дадим землю не дадим не дадим вам а я говорю ребята пусть это будет у меня так сказать мало здесь учебы больше лирики больше этого самого как сказать разговора но страшно ведь представляете если у человека вот он построил дом посадил сад вот это и есть родина и сейчас сибирь должна стать главной родиной столица конечно красноярск вы какой красивый город если бы не пробки и не эти самые не дикой загазованность вот если такое впечатление что не могли расширить так чтобы на квадратный метр поменьше людей в концов-концов было и побольше одноэтажной россии вот чтобы все красивые места везде были дачи коттеджи и виллы как в этом лазурном берегу франции почему нет а тишина в ответ тишина но возвращаясь к этому саму ребят разбирайте участки пока есть они дешевые это красный хутор дорогой почему он такой дорогой ну где-то я роль сыграла вот что я про него столько раз говорю что здесь нет-нет вот москвич строить шикарнейший дом строит москвич вот вот купил усясток рядом со мной красноярец вот купил и уехал вот он стоит вот все он дурак а дураки одну тут уже был тоже с рядом дорогой больше полутора миллионов а там всего соток 1015 вот так вот и домишка скромненький такой домишка я к чему говорю значит чуть дальше его туда в тайгу и вот там начинаются такие деревни глухие а это сейчас глухие а завтра но они глухие глухие но эти самые пусть не асфальтовой дороге пусть и щебенки или как там называют гравийные дороги да есть ровненькие гравийные до 1 3 километра до 2 8 до 3 15 вот охота ну если с оглядкой пожалуйста вот рыбалка ну если это а сколько можно здесь понастроить этих самых рыборазводных этих прудов только это пригони 20 40 этих этих самых камазов с той же щебенкой перекрыл ручей все рыба плечется даже заполнять сама сама рыба прилетит я не шучу рыба прилетит на на лапках гусей и уток и так далее так далее сейчас меня был случай но извините разговаривался кому кому не надо уже наверное выключил этот самый этому 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 фильму на середине пускай а кому надо дослушает вот я продаю саженцы приезжает ко мне подъезжает машина него выходят три бородатых таких молодых мужчины вот но бороды большие такие я уже подумал начали а потом подхожу ближе и надо же угадал я у них глаза белки белые белые я первый раз такие белки вижу первый раз я на них посмотрел говорю ребята а вы не староверы вы не стойди да староверы да и стойди ну разговорились но конечно не подружились больше их не видел купили саженцы уехали но я увидел настоящих здоровых я уже когда в отчаянии знаете у нас же страна такая что сколько бы я не вопил меня все равно не слышат вот и пока детей не снимут с маленьких младенцев памперсы подгузники с молодежи тесные трусы пока не поменяет образ жизни вот чтобы поменьше яички были зажаты между ног оболтались и охлаждались как положено по природе ведь дать будет тоже самое рождаемость будет падать западная европа это лгбт эти самые гей педраста и прочее расшифровка лгбт это чтобы поняли чем речь идет вот наступление там идет по всем фронтам там мужчина запрещает мужчин причем уже это уже подсудное дело вы понимаете что творится к нам идет это они только здесь кто-то прорвался к власти там на нем же не написано на лбу у него лгбт вот не написано понимаете а они не могут иначе они все равно перестроят под себя не понимая что гробят страну потому что чем их больше это не значит что хорошо да отношение к ним изменится да это культура будет принадлежать им полностью сейчас только наполовину все это будет но защищаться такая страна не сможет сейчас один маньяк может ходить ножом резать по улицам вот сейчас мы это и все будут только разбегаться и никто не станет его пути сейчас показывают как бьют женщину ногами один-два мерзаться десятки мужчин проходит мимо десятки мужчин проходят они не мужчины они еще не лгбт но их не научили драться они у них слабая энергетика у них нет этих самых но уже на этих гормонов мужских это мужской гормон это агрессия это желание драться понимаете а тут ура мерзаться ой какой такой повод наконец-то хоть борду набью уже запрещают хулиганом обзор вот тут-то я вот это отрываю сейчас я ему попинаю женщину вот все ни одно зуба не останется всю жизнь будет на стоматологии работ нету это все понимаете вот еще на все таки есть разница она все время снижается сужается исчезает эта разница она становится уже неопределенной между европейцем и сибиряком разница была огромная это надо было в сорок первом году при этом под москву прислать несколько дивизий кого вы думаете это были опытные ребята сбору пососинки с деревень ребят которые белку в глаз стреляли ребята которые пол жизни провели на лыжах сибирь же какие дороги какие машины кроме лыж то ничего не было и лошади вот махом не справились с немцами которые тоже по сбору пососинки понабрали в основном горожан вот сибиряки то их и шуганули сейчас этого не будет где-то меня сибиряки роднее потому что мы хотя бы процент какой-то более человечности что ли у нас у сибиряков что-то есть